ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА Автор рассказа Наталья Алфёрова Часть первая. Серый. Двое парней с рюкзаками шли по деревенской улице. Было тихо, безлюдно, даже собаки облаивали чужаков нехотя. «Слышь, Антоха, что за дела? Вымерли все, что ли?» Спросил младший из парней. «Да они серый таких, как мы уж сотни перевидали», — Антоха усмехнулся. Заметив выглянувшую из дома старушку, он быстро, пока та не скрылась, спросил. «Бабуль, да постой, пустишь?» Серая собака выбралась из будки и посмотрела на хозяйку. «Заходите», — распорядилась ТА, сказав собаке. «Найда, свои!» Собака молча вернулась в будку. Парни зашли в дом. После того, как расположились и сели за накрытой хозяйкой стол, Серый спросил. «А что-то собака так странно себя ведет?» Старуха, представившаяся как Петровна, ответила. «Так и рыску в лесу видели». «Рысь?» — уточнил Серый. «А они здесь водятся?» Старуха пошамкала губами, глянула на постояльцев острым взглядом, оценивая, стоит ли говорить. Наконец сказала. «Рыска?» «Полчица!» А коли рыска появилась, то и хозяйка ее недалеко. «Да что ты, Бабуль, с загадками говоришь?» Ввязался в разговор Антоха. «А ты не перебивай!» Места-то у нас слыхали какие. Раньше много лихих людишек водилось, а всех в Артовее была шайка, что тут разбойничала. В атаманах бабы ходила. Татарка зелиха. Ох, это рва! Кистенем-то топором, как мужик, махалась. Головы, что дрова, раскалывала. Никого не жалела. А когда клады взрывали, заклятие на них клала, да и закрепляла грудными младенцами убиенными. Любила лишь волчицу ручную. Рыску. Свои зелиху и порешили. Сами жестокости ее ужасались. А рыск пропала. Да вот только тех двоих, кто атаманша убил, по наказу сотоварищей вскоре нашли мертвыми. Волки их загрызли. С тех пор каждое лето атаманша, разбойничая призраком, по лесу бродит вместе с рыской. Клады свои старожи. В окно раздался стук. Парни вздрогнули. Старушка же шустро выскочила во двор. Из окна было видно, как она оживленно разговаривает с соседкой. Как думаешь, гонит бабка? Спросил суеверный серый. Да, местные сказки, отмахнулся Антоха. А вот и не сказки, торжествующе произнесла подошедшая бесшумно хозяйка. Он и линчина говорит, что на той неделе труп нашли. Типа у вас кладоискатель был. Парни переглянулись. О цели приезда они старухи не говорили. Та правильно поняла их взгляд. Много вас таких шара стоит. Местные-то городище разбойничьему не ногой. Так вот, у трупа череп раздробленный и кистень рядом. А кистень у того лет триста. Да и отпечатков никаких. Продвинутый у вас призрак. Отпечатки стирает. Заржал Антоха. А ты зуб-то не скаль. Знай, нет, говорю вас. Но коль живыми остаться хотите, до темна возвращайтесь. С таким напутствием влез и направились. Серый перед тем, как уйти, банку тушенки вскрыл. И, найдя в миску, вывалил. Любил собак. Там морду из будки высунула. И внимательно посмотрела на парня с желтоватыми глазами. Антохе было хоть бы хны. А Серый после бабкиных рассказов чувствовал себя неуютно. Потом донимал друга разговорами. Слышь, а что тихо-то так? Даже комаров нет. И птицы не поют. Антоха, споткнувшийся об горень, коротко выругался. Слева раздался шорох. Мелькнуло что-то серое. Антоха, там волк. Еще скажи, рыска, взъеделся Антоха. Он скинул рюкзак и достал металлоискатель. Серого не оставляло чувства, что за ними наблюдают. Он начал панически оглядываться. Чтобы определить откуда. Серый, уймись. Вновь рявкнул Антоха. И надел наушники от прибора. Он медленно пошел по городищу. И вскоре остановился. Посмотри, прибор зашкаливает. Точно здесь. Копаем. Серому не понравилось возбуждение друга. Ему все казалось подозрительным. Копали недолго. Лопата обо что-то звякнула. Дальше обкапывали осторожно. Вскоре вытащили сверток. Старая ткань расползлась. И обнаружился небольшой чугунок с золотыми монетами. Антоха дрожащими руками перебирал монеты. Серый не мог оторвать взгляд от ямы, из которой вытащили клад. На дне белели наполовину открывшиеся два маленьких черепа. Неожиданно земля осыпалась с одной из стенок ямы. Серому показалось, что черепа зашевелились. И он кинулся прочь. Он еще успел уловить крик Антохи. Ты куда? И странный треск. Сколько бежал, не помнил. Парню казалось, что кто-то гонится за ним. На полянке остановился перевести дух. Оглянулся и замер. Под деревьями стояла волчица. Рызко, я не брал клад, дрожащим голосом произнес Серый. Волчица повернулась, отбежала и посмотрела на Серого. Зовет куда-то, сообразил он. И неожиданно пошел за волчицей, словно загипнотизированный взглядом желтых глаз. Вскоре парень понял. Они возвращаются к городищу. Ему стало стыдно перед другом. Вот приду, а там ни клада, ни Антохи. Уйдет и правильно сделает, подумал Серый. Клада на городище и впрямь не было. А вот Антоха был. Он лежал лицом вниз. В голове торчал рассекший ее чуть ли не напополам топор. Волчица кинулась по тропке к деревне. Серый рванул за ней. Когда показались дома, силы оставили парня. Он рухнул на колени в пыль. Волчица остановилась. Подошла и вильнула хвостом. Ты не рыска. Ты найда, понял Серый. Он обнял собаку за шею и заплакал. Сколько проплакал, Серый не знал. Успокоился после того, как найда лизнула в лицо. Серый последний раз всхлипнул. Неожиданно собака напряглась и издала глухое рычание. По спине Серого пробежал холодок. Он явственно почувствовал, что сзади кто-то стоит. Заскочив на ноги, Серый развернулся. Полицейский, грузный мужчина лет сорока, сверлил его подозрительным взглядом. В руках служитель закона держал мешок. Найда прижалась к ноге Серого, не прекращая рычать. Она поджала уши, оскалила белые клыки. Верхняя губа нервно подрагивала. В таком виде собака еще больше напоминала волчицу. «Вы кто?» Вырвался у Серого глупый вопрос. «Я-то участковый здешний, а вот ты кто?» Вопросом на вопрос ответил полицейский. «Я... мы... там у городища... друга убили топором!» Серый от волнения начал заикаться. «У городища, говоришь?» «Пойдем, покажешь!» После этих слов Серый невольно попятился. Ему стало страшно, тем более начинало смеркаться. «А вы опергруппу не будете вызывать?» Спросил он. «Боишься?» «Ладно, схожу сам, посмотрю. А потом уж оперов вызову». Полицейский усмехнулся и, прихрамывая на левую ногу, направился в лес. Найда прекратила рычать, только когда тот скрылся за деревьями. Она ткнулась носом в руку Серого, словно объясняла. «Это не я на тебя сержусь». Серый погладил собаку и сказал. «Не любите вы тамбовских ментов?» Затем отдернул себя, подумав. «Там Антоха мертвый, а я о каких-то пустяках». Он попрел вслед за Найды, к дому хозяйки. Когда вошли в калитку, Серый увидел Петровну, стоящую в глубине двора спиной к ним. Видимо, услышав скрип калитки, хозяйка повернулась. К правой руке она держала топор. Серый, не отрывая взгляда от лезвия, испачканного кровью, начал пятиться к выходу. «Что-то раны явились, а я вот корочку к ужину зарубила. А где второй?» Приветливый голос хозяйки привел парня в чувство. «Убили Антоху», – выпалил он. Наверное, видок у Серого был еще тот, потому что хозяйка, поставив топор к пеньку, быстро подошла и повела в дом, обняв за плечи. Найда ухватила забытую на пеньке обезглавленную курицу и потащила к себе в будку. Умная псина сообразила, что сегодня этот разбой не заметят. Серый рассказал обо всем, что случилось. Не утаил ни про клад, ни про свое бегство. Он с трудом удерживался от рыданий. Петровна достала из шкафчика початую бутылку и две рюмки. Она налила водки. Одну рюмку почти всунула в безвольную руку Серого. «Ну, сынок, давай выпьем для успокоения. И звони ментам». Петровна перекрестилась, лихо опрокинула в рот стопку и повернулась к холодильнику доставать закуску. Серый задумчиво сказал. «А я уже позвонил», – уточнила хозяйка. Участковому сказал. «Кому?» – Петровна повернулась и застыла у открытого холодильника с тарелкой в руках. «Участковому здешнему. Пожилой дядька, полный, хромой», – пояснил Серый. «Он сказал, сходит к городищу, потом оперов вызовет. Странный какой-то, с мешком. Показалось мне, что в мешке лопатка саперная. Ой, а он же не спросил, где меня искать». Хозяйка молча закрыла холодильник, поставила на стол тарелку с нарезанной колбасой и сыром. Надела себе из бутылки. Выпила, занюхала хлебом и только потом сказала. «Участковый наш на прошлой неделе умер от инфаркта». Тут и Серый выпил, закашлявшись от крепости. Это оказалось не водка, а самогонка. Первач. Петровна машинально похлопала его по спине, сунула в руку бутерброд. В последнее время участковый тоже сокровища искать вздумал. А нашли его у озера. Там, по легендам, тоже клад зарытый. То ли от жары сердце прихватило, то ли увидел чего. Был он в форме, и мешок рядом нашли с лопатой. Вот ведь не хочешь в призраков верить, а поверишь. Так что звони ментам, никуда никто не сообщит. Серый, прожевав и с трудом проглотив кусок бутерброда, слабо возразил. «Может, новенький это был?» «Нет, сынок, грузный, хромой, в летах. Точно он. Телефон дать». Петровна сунула руку в карман халата, достала мобильник. «Крутая трубка», – машинально подумал Серый. «Спасибо, я со своего». Он достал из кармана рубашки сотовый телефон и, глянув на дисплей, выронил из рук. Петровна быстро подхватила трубку, не дав упасть на пол. Парень даже не обратил внимания на быстроту реакции хозяйки. Его губы дрожали. «Один пропущенный от Антохи», – прошептал Серый. Тут и Петровна вздрогнула. Однако, посмотрев время вызова, вздохнула и махнула рукой. «Что зря пугаешь-то? Это ж когда он тебе звонил?» Тут Серый вспомнил, что утром, еще в поезде, никак не мог найти в рюкзаке телефон и попросил Антоху позвонить. Сотик оказался в кармане, свернутый и засунутый в рюкзак ветровке. Серый почувствовал, как по телу разливается тепло и слегка кружится голова. Выпивать он не любил, поэтому спиртное подействовало неслабо. Дальнейшие события парень как бы видел со стороны. Пока, выйдя на крыльцо, ждали полицию, Петровна успела отругать Найду за сворованную курицу. Но тут же оправдала собаку перед Серым. «Сама я старая виновата. Нечего было рот разевать. Найду ведь наполовину волчица!» Благодаря хозяйкиной самогонки вопрос исследователя Серый перенес сносно. Затем сел в газик, втиснувшись на заднем сиденье рядом с двумя мужиками и собакой. Один из мужиков оказался судмедэкспертом. Второй – сержант, был проводником разыскной собаки по кличке Кинг. Серый машинально погладил Кинга, не заметив знаков ошарашенных взглядов сержанта и пса. Доехали до леса, дальше пошли пешком. Стемнело, но у оперативников был мощный фонарь. Серый довел до места, он всегда хорошо ориентировался и запоминал дорогу с первого раза. Близко он подходить не стал, а сел на землю, прислонившись спиной к дереву. Полицейские работали, не обращая на него внимания. Сержант тщетно заставлял Кинга взять след. Пес повел себя очень странно. Он сел, поднял морду вверх и завыл горестно и тоскливо. «Что с ним?» – удивился следователь. «Волков чует», – пояснил сержант. «Он теперь в лес не пойдет». «Жуть тогда в машину, сил нет слушать», – махнул рукой следователь. «Тут из леса, откуда ты издалека, тоже послышался вой». Кинг прижался к ноге проводника. Тому пришлось чуть ли не волоком тащить собаку к машине. Пробурчав что-то типа «волков развелось», следователь стал осматривать землю на насыпи. Эксперт осматривал труп и делал фотографии. «Крови мало», – заметил он. Опережнув тело, воскликнул. «Опаньки!» «Вот в чем дело». Привлеченные этим возгласом, серый следователь подошли ближе. Эксперт указывал на зияющие разорванные раны горло трупа. Ему сначала горло перегрызли, а потом уже мертвому топор в голову засадили. «Смотри-ка, второй случай подряд». «Ты мне серию не вешай», – возмутился следователь. «Там кистень был, а не топор». Зато горло также перегрызли, предположительно, волк или большая собака. И у участкового на руке след от укуса был. «Вот участкового приплетать не надо. Инфаркт там стопроцентный!» Серый край муха улавливал разговор, не вникая в суть. Он не мог оторвать взгляд от рисунка на футболке наполовину запачканного кровью. Боясь поверить в свою догадку, он перевел взгляд на лицо убитого. «Это не Антоха!» – выкрикнул Серый и упал в обморок. Часть вторая. Антоха. Не любил Антоха новичков брать, но на этот раз Санек, дружок-кладоискатель, с которым столько было вместе тропы схожено и земли перелопачено, жениться решил. На дело не пошел, к свадьбе готовился. И с Антохи клятвенное обещание вытряс – к торжественному дню вернуться. А тут еще мама пристала. «Возьми, мол, Сережку, такой мальчик хороший». Нет, Серый пацан не гнилой, да только к нему неприятности так и цеплялись. Но пришлось взять, как-никак сын маминой лучшей подруги и его Антохи крестный. Поехать решено было в вочину тамбовских волков. Многое в свое время пограбили те разбойнички, многое кладов зарыли. Как в поезд сели, Серый добытываться начал. «Это не опасно. Я читал на форуме, что после одного случая редко кто в тех лесах ищет». «Хорошо, все, не толпой ходить будем», – развеселился Антоха. «А что за случай?» Лет пять назад клад трое искателей вырыли, монеты золотые. Один из них увидел золото, и крыша поехала, как волк завыл, и на дружков кинулся, чтобы загрызть. Ну, дружки его случайно и убили. Кажется, посадили их за превышение самообороны. А клад, пока они боролись, обратно в землю ушел. Антоха развеселился еще больше. «В то, что клад ушел, верю», – серьезно начал он, и, не выдержав, давясь смехом, добавил. «В карманы адвоката, водоследоков». «Зря смеешься», – упрекнул Серый. Клад был на волчью кровь заговоренный. «Да иди ты со своими суевериями!» Антоха не успел договорить, поезд резко затормозил, и парня вжало в стенку. Серый слетел со своего места, приземлившись на колени друга, сидевшего напротив. Порни вскочили, выглянули из купе. Пассажиры, кряхтя охо и матерясь, потирали ушибленные места и поднимали упавшие из пола к вещи. Проводница, крикнув, «Спокойно! Сейчас все выясню!», выскочила в тамбур. Из окна тоже ничего интересного не увидели. Насыпь, рельсы, лес вокруг. По вагону быстро прошли двое полицейских. Один с кем-то ругался по рации. За ними вошла проводница. Она заявила уставившимся на нее людям. «Все нормально! Сейчас отправимся!» «Просто какая-то СВО...» В смысле, какой-то пассажир стоп-кран сорвал. В вагоне возмущенно зашумели. Проводница поспешила за служителями порядка. Видимо, ей самой не терпелось узнать подробности. Поезд действительно скоро тронулся. Полицейские теми же темпами прошли обратно. Когда все угомонились, Антоха поддел Серого. «Еще скажи, что эта примета плохая!» Серый пожал плечами. «Не выдумываю, какая примета!» Какой-то нудил экран сорвал. «Ты вот что лучше скажи!» «Видел голубой огонь!» Антоха, осуждающий суеверие, в огонь верил. Когда сам новичком сопливым был, слышал от верных людей, что если над местом, где клад появится, холодный огонь голубоватый синий, бежать нужно подальше. И желательно побыстрее. Иначе случится какой-нибудь несчастный случай. И примеров тому знал немало. Сам видел у Санька шрама на ноге. Санек говорить о том случае не любил, но как-то под пивко раскололся. Это еще до Антохи было. Пять человек нашли нужное место. Металлоискатель подтвердил. Да вот когда копать начали, появилось свечение над землей. Санек руку протянул, не обжигает. И тут ему в кусты приспичило, живот скрутило. Только отошел. Взрыв раздался. Ногу как огнем опалило. Остальных в клочья разорвало. Бомбу авиационную времен войны зацепили. И от Санек уже потом в больнице узнал. Серому Антоха этого рассказывать не стал. И без того парень трусоват. Отмахнулся, отстань, мол, со своими сказками. Давай лучше чай попьем. Серый отправился за кипятком и застрял. Антоха даже в телефоне в игру залез. Несколько уровней прошел, пока тот вернулся. Антоха, я с проводницей перетер. Не было стоп-крана. Машинисту показалось, на рельсах впереди человек лежит. А когда затормозил, оказалось волк. Когда поезд остановился, скотина серая в лес ушел не спеша. Вот это знак плохой. А ты как думаешь? Антоха высказал, что он думает. Серый надулся и отвернулся к окну. Про чая не вспомнили. Помирились перед станцией. Правда, ненадолго. Антоха видел, что серый старается его не раздражать, но все равно разозлился, когда тот заявил, что сотик потерял. Позвонил со своего, нашли в рюкзаке. Вышли из поезда без приключений. Только на перроне решили оглядеться, как подскочил к ним парень. Полный, круглолицый, но с картошкой. Улыбается, руку протягивает. Серый быстро сообразил, что парень не совсем нормальный. Отшатнулся. А Антоха с такими умел общаться. У однокурсницы брат с синдромом Дауна. Руку протянутую пожал. «Здорово, я Антон». «Антон, друг Диме», – спросил парень, преданно заглядывая в глаза. «Друг», – согласился Антоха. «А ты, значит, Дима?» Парень радостно закивал. И вдруг уставился куда-то за спину кладоискателей. Заволновался, замычал что-то невнятное, показывая то на футболку собеседник, то куда-то вперед. Антоха обернулся. Из соседнего вагона выходил мужчина. В такой же красной футболке, но с другим рисунком. Тот замер, увидев указывающий на него палец. Быстро развернулся и пошел в сторону вокзала. Антону показалось, что мужик Диму знает. «Да, Дима, правильно, но у него рисунок другой», – ласково пояснил он. «А ты почему один?» «Наверное, дома переживают, что ты ушел. Иди домой. Один дойдешь?» Дима послушно закивал, но перед тем, как уйти, уточнил. «Антон хороший. Антон друг». «Друг, друг», – тоже закивал Антоха. Про себя подумав, что такое поведение заразное. Серый вздохнул с облегчением. Когда Дима, помахав на прощание, наконец ушел. «Да ладно, Серый. Этот еще хороший». И говорит, и один. И ходит. «Вот у Ольки брат вообще не разговаривает, только мычит». Дальше все прошло нормально. И на постой хорошо устроились. И в лес в тот же день успели пойти на городище. Об этом городище Антоха давно слышал. Да все как-то не получалось добраться. Пока по тропке шли, Антоха несколько раз себя отругал. Что согласился взять Серого. Достал своими страхами. А все это бабка со сказками, разбойница с волчицей. Но вскоре все отступило куда-то на задний план. И Серый с его сувериями. И бабка-хозяйка со сказками. Клад нашли. Глазам Антоха не поверил. Золотые монеты много. Всю жизнь можно за кладами гоняться. И такого не найти. Вот удача-то как обернулась. С трудом взгляд оторвал от сокровища. Серый стоял как истукан. И в яму на кости старые смотрел. И вдруг с места сорвался и убежал в лес. Треск какой-то раздался. Антоха окрикнул другу для порядка. А те какой серый друг. Пусть бежит сам виноват, зато делить ничего не придется. Антоха подивившись тому, что руки дрожат, высыпал монеты в рюкзак. Устроил туда же металлоискатель. Пустой чугунок швырнул в яму. Рюкзак оттягивал плечо приятной тяжестью. Решение принял, посмотрев карту. В деревню не заходить. А идти к станции через лес мимо озера. До темноты успеет. Что там 7 километров? Оказалось, 7 километров по лесу не так уж и мало. Чем дальше отходил городище, тем больше его тянуло вернуться. Не по-человечески он поступил, решив уйти. Антоха хотел развернуться. Но тяжесть рюкзака с золотом оказалась весомее совести. Э, ничего с серым не случится. Ни маленький. А со станцией позвонить можно. Уточнить, что с этим паникером все в порядке. А ведь кое в чем серый прав был. Тихо как. Лес словно вымер. Хоть бы комар, что ли, пискнул. Тут за поваленным деревом раздался еле слышный шорох. Что-то мелькнуло. Похожий заяц. Сбоку тоже что-то зашуршало. Антохе стало казаться, что за ним наблюдают. Трусости безумия заразны. Сказал он вслух и сплюнул. Отпустило. Вскоре Антоха вышел на еле приметную тропу и вздохнул успокоенно. Ходят тут люди. Тропка довела до большой поляны. Сверился с картой. Получалось, он немного отклонился. Но через поляну до озера еще быстрее будет. А там и до станции рукой подать. Антоха двинулся через поляну. Однако не успел пройти несколько шагов, как провалился по колено. Под ярко-зеленой травой оказалась трясина. Он рванулся назад, но увяз еще глубже. С трудом заставил себя прекратить паниковать и вспомнил, что резких движений делать нельзя. Осторожно обернулся назад и увидел молодое деревце. Это был шанс. Попробовал дотянуться, мешал рюкзак. Перевесил его на другое плечо. Снова не дотянулся. Антоха с ужасом понял, что погружается еще глубже. Он скинул рюкзак. И весь, вытянувшись в струнку, достал до ветвей. С трудом выбрался на твердое место. Отошел, еще для верности, и сел на траву. Он пытался осознать, что случилось. Антоха наблюдал, как трясина, довольно почавкивая, засасывает рюкзак. Машинально отметил кустик, торчащий рядом. Но стремление достать клад не возникло. Бог за жадность наказал. Подумалось буднично и равнодушно. Неожиданно сзади послышалось чье-то дыхание. Антоха резко обернулся. Никого. Он усмехнулся своему разыгравшемуся воображению и повернулся обратно. Перед ним стоял огромный док. Пес не шевелился. Морда его была испачкана в чем-то красном. Кровь мелькнула паническая мысль. И следом. Вот блин, собака Баскервилей. Заходящее солнце отсвечивало в глазах псины алым огнем. Антоха попробовал чуть-чуть отодвинуться. Пес предупреждающий зарычал. Со скаленных клыков капала слюна. Лорд, нельзя. Антон друг. Антон хороший. Раздался знакомый голос. Часть третья. Следы волков. Серый очнулся от резкого запаха. Он лежал на траве. Полицейские суетились вокруг него. Хорошо, но шатырь не выложил. Прокомментировал эксперт. И обратился к Серому. Говорить можешь? Могу. Серый попытался приподняться. Лежи, приказал следователь. Нервы у тебя, парень, не к черту. Хотя не каждый день такое и мы видим. Говоришь, это не дружок твой? Нет. Серый быстро и сбивчиво рассказал о встрече на вокзале и о мужике в футболке, как у Антохи. И сообщил, что покойный тот мужик и есть. Это следователя заинтересовало. Документов они не нашли, а зная номер вагона и поезда, можно попытаться личность установить. Со стороны тропки послышался шорох и стал заметен свет от фонаря. Прибыла труповозка, как назвал машину эксперт. Ты подумай, может еще что вспомнишь, посоветовал следователь. А насчет друга не волнуйся, завтра с утра поищем. Если к деревне не вышел, значит мимо озера к станции пошел. Других дорог нет. Попробуй позвони, может он на вечерний поезд сел. Серый поднялся и достал телефон. Набрал номер, подозрительно глядя на следователя. А не хотят ли менты на Антоху это дело повесить? Под механический голос, сообщающий, что абонент находится вне действия сети, Серый наблюдал, как мужики, приехавшие на труповозке, деловито упаковывали труп в черный полиэтиленовый мешок. Эксперт распределял по пакетам улики. Слышь, парень, а в каком месте, говоришь, выклад вырыли? Спросил он, осматривая землю. Там, где вы стоите, чуть вправо кажется. Серый присмотрелся и увидел то, что и эксперт. Никаких ям на городище не было. Из глубины леса вновь раздался волчий вой. Завтра разберемся. А сейчас, как говорится, по машинам, распорядился следователь. Серый подумал. У тебя следак у самого нервы некудышный. О призраке участковым решил не рассказывать. Еще насмех поднимут. И так из-за ямы косятся. Не верят. Он поднялся на ноги, отряхнулся. Что-то у соседнего дерева привлекло внимание. Серый подошел и поднял крошечный череп. Он торжествующе крикнул. Смотрите, а вы не верили. От этого крика следователь подпрыгнул. А сидевший на корточках над своим чемоданчиком эксперт резко соскочил. Они рассмотрели череп. Ну, хоть это преступление ты на меня не повесишь. Срок давности. Довольный своей шуткой следователь снял висевший на ветке фонарь, взял серого под локоть и повел по тропке к газику. Посерьезнейший эксперт последовал за ними. Спустя некоторое время он изрек. А череп-то не древний. Полвека не старше. Иначе бы так не сохранился. У меня брат археолог. Я с ним на раскопки курганов ездил. Интересно, как детский череп с кладом вместе оказался. Не грызи своими загадками, отмахнулся следователь. Сержант и Кинг выглядели одинаково, заспанными. Потягивались и зевали. Шофер курил около машины. Расселись по местам. Полицейские были рады, что на сегодня все закончено. Сера уже не оставлял вопрос, где Антоха. Время приближалось к полуночи. Деревня встретила полной темнотой. Даже фонари не горели. Свет фар выхватывал мрачные, словно заброшенные дома. Опять свет отключили. Как бы не по всему району, произнес шофер. Эксперт достал телефон и позвонил. Не спишь, лялька? У нас там свет есть? Да еду уже. Пока. Я обратился к сидящему машине. Нет, у нас не отключили. Серого высадили около дома Петровны. Хозяйка вышла на крыльцо с фонарем в руках. Найда встретила, как старого знакомца. Серый посмотрел вслед уезжающей машине и огляделся. Впечатление заброшенности оказалось ошибочным. В окнах мерцали огоньки от свечей и фонариков. Коротко взлаивали собаки. От одного из домов донесся девичий виск и взрыв смеха. Молодежь гуляет, пояснила хозяйка. Ребят любят девчонок попугать. То луп вывернутый наизнанку наденут, на роже маски страшные нацепят. Да еще фонариком подсветят. У самой внук так развлекался. Да ты заходи в дом-то. Сейчас поесть соберу. На кухне стояла странного вида лампа, как оказалось керосиновая. Серый ощутил себя путешественником во времени, которого забросило лет на сто назад. Петровна, узнав, что убит не Антоха, радостно перекрестилась. Но вспомнив, что труп все-таки есть, пробормотала. Упокой его, Господи, кем бы он ни был. Старуха ловко накрывала на стол. От тарелок поднимался аромат жареной курицы. Видимо, очередную зарубленную птицу Найти стащить не удалось. Какое-то время с удовольствием ели, утоляя напомнивший о себе голод. А вот за чаем благодарный Серый как можно подробнее рассказывал Петровне события сегодняшнего, вернее уже вчерашнего вечера. Слушаница не подвела. Охала, ахала, посмеялась над боязливым Кингом, возмутилась пофигистым следователем, подивилась до тошности эксперта. Однако при упоминании о предположительном возрасте черепов застыло статуи. Отблески огня пробегали по враз по мертвевшему лицу. Глаза казались запавшими, морщины стали глубже, губы почернели. Серому стало страшно. Нина Петровна, вам плохо? Таблетки нужны? Врача вызвать? Не бойся, сынок, не пришел еще мой час. Самую малость ошибся эксперт. Пятьдесят девять лет исполнилось бы мальчишкам в эту осень. Откуда вы? Серый замер от внезапной догадки. Я ведь все эти годы на кладбище к могилке ходила. Думала, там мои сыночки покой нашли. Поверила бабушке. А она вон как обернулась. Родных внуков не пожалела, чтоб заклятие на золото положить, да в землю клад вернуть. Ведьма старая, волчья сыть, чтоб в воду ей на сковородке жарится. То-то она радовалась, что двой не родилась. То-то успокаивала, когда деток выписали. А меня врачи в область отправляли. Пригляжу, мол, за детками, Ниночка. С отцом твоим вместе приглядим. А что с отца взять? К тому времени уж пил беспробудно. Месяц я в областной больнице отлежала. Перед выпиской бабушка приехала с вестью, что дети умерли. Слабенькие и больно родились. И что их уже похоронили. Не было у меня слез, как окаменело. А ночью петлю из пояса от халата сделала. Вынули из петли, откачали. Да на месяц в дурку отправили. В больницу психиатрическую. Когда вернулась, узнала, что и бабушка умерла перед самым моим приездом. Корила себя, что не расстраиваюсь. Долго простить не могла, что не уберегла бабушка детей. Знала бы, как дело было. Не себе, ей бы удавку на шею накинула. Ты, сынок, прости, что на тебя все вываливаю. Никому не рассказывала. Как думаешь, если в полицию обращусь, разрешат захоронить? Петровна вопросительно посмотрела на Серого. Думаю, должны разрешить. У меня друзья-поисковики. Они все найденные останки советских солдат в гробах захоронили. Неопознанные. А уж если известно, чьи останки, тем более разрешат. Я помню место, где мы с Антохой копали. А троим заново, не переживайте. Ответил Серый и не удержался от вопроса. А зачем вашей бабушке нужно было клад в землю возвращать? Да еще и заклятие. Хозяйка полезла в шкафчик за проверенным успокоительным средством. Вынула самогонку и рюмки. Затем, подумав, достала стакан. Тебе налить? Спросила Серого. Нет, мне не надо. Отказался тот. Петровна налила полстакана и выпила одним махом, не крякнув. Заживала кусочком огурчика и пояснила. Кровь отцовская. Если бы себя в руках не держала, давно бы спилась. Раз уж речь зашла, расскажу я тебе все, сынок. У меня так и так бессонница. И у тебя, гляжу, стане в одном глазу. А с рассветом сходим с тобой на кордон к озеру. Может, друг твой у лесника заночевал. Или видели его там. Ну, слушай. Бабушка моя, Зульфия Чикашева. Род вела от атаманша разбойничей зелихи. Дочь, мама мою, поздно родила. Маму я и не помню. Умерла мне, пять лет было. Отец в лесничестве работал. Жили мы на кордоне в маленьком домике. И росла я с добрым, но сильно пьющим отцом. И была сумасшедшей бабушкой. Она волчонка приручила. Рыской назвала в честь зелиховой волчицы. Говорила мне, что в этих лесах кладов, как следов волчьих. А она за этими кладами наблюдать приставлена. Видела я пару раз, как бабка заклятишь, шептала. Но слышала, как волчица воет. Одно место в озеро запомнила. Так, на всякий случай. Не верила я бабушке. А когда исполнилось мне пятнадцать лет, я влюбилась. Крепко влюбилась. Павлуша тракторист. Первый парень на деревне. Красавец. А я заморож тощий. Но, видать, льстила ему моя собачья преданность. От себя не отгонял. Несколько месяцев мы тайно встречались. И вдруг узнала я, что Павлуша мой собрался жениться на дочери главы райкома. И папаша при должности, и семья зажиточная. Вот тут я про клад и вспомнила. Оно как и вправду есть. Был. Выкопала чугунок с золотыми монетами. В дерюгу в ветхую завернутую, да в свой сундучок спрятала. Павлушу на свидание вызвала на городище. Не скрою. На колени перед ним вставала. За ноги цеплялась. Обещала клад весь до монетки ему отдать, коли на мне женится. Другие сокровища добыть. Совестила. Что ж бросаешь? Ведь дитя твоё жду. А он сказал, что ему не даром, ни с кладом не нужна. Как и ребёнок. Оттолкнул и ушёл. Поднялась я с колен и обомлела. Бабушка. Весь разговор она слышала. Ох, как ругала, досетовала, что клад нужно вернуть. Да заклятие новое наложить. Я тогда слова мимо ушей пропускала. А вот запомнила. Вернула, получается, бабушка клад в землю. На городище, где мы с Павлушей разговор вели. Я через пять лет после тех событий замуж вышла. Детей двое. Внук и правнук в том году родился. Гляди-ка, когда прошлое достало. Да вот ещё что вспомнилось. Подружка рассказала, что когда бабушка от меня из области возвращалась, на свадьбу к Павлу заглянула. Как её увидели, все смолкли. А она закричала. Не хотел за сокровища внучку мою взять. Так никому они не достанутся. Сыновья твои с Нинкой сторожами встанут. Павел тести успокаивать. Мол, бабка сумасшедшая. А бабушка засмеялась, хрипла. Сам накликал. Будет весь род твой проклят. Да на внуках твоих закончится. Кому смерть ранняя, кому безумие. И что ты думаешь? Первый ребёнок, девочка у Павла Дауном родилась. Они её в детдом сдали. Следующие два нормальные. Да вот у старшего детей не получилось. Это он у нас в участковом-то был. А у младшего одного парнишку пять лет назад убили. Клад с друзьями не поделили. А второй тоже с Дауна. Но Григорий. Так Павлова младшего зовут. Своего никуда не сдал. Любит. Занимается с ним. Жена прошлый год ушла. Ему уже и сына бросила. Они на кордоне живут. Это к ним мы заглянём. А парня с Дауна не Дима зовут? Спросил Серый. Дима. А ты откуда знаешь? Удивилась Петровна. Часть четвёртая. Я вас сдам. Антоха поднялся на ноги. Здравствуй, Дима. Вяло произнёс он. Дима подбежал и обнял Антоху, как старого знакомого. Пёс не сводил с них внимательных глаз. Убедившись, что хозяину ничего не грозит, он побежал в сторону озера. Дима потянул Антоху за руку. Домой к Диме играть, уговаривал он нового друга. Пойдём, согласился Антоха, подумав, что нужно отвезти Диму и сдать с рук на руки родителям. Не дело, что он так по лесу один бродит. Это на вид ему лет пятнадцать, а по уму, как малыш двухлетний. Он уточнил. А папа с мамой дома? Дима ответил. Нету. Папа лес. Мама ту-ту. Мама уехала, а папа в лесу, перевёл Антоха. Дима закивал. Он шёл, не отпуская руку друга и весело подпрыгивая. Неожиданно Антоха почувствовал облегчение. Будем считать кладом, я за жизнь свою заплатил. Только перед Сеером стыдно, подумал он. Оказалось, что к озеру вела тропка, огибающая топи. Антоха подивился, что сразу эту тропку не заметил. Берега озера заросли камышом. На холме стоял небольшой дом. От дома дальше видимых станций шла грунтовая дорога. Это твой дом? Дима закивал. В кустах послышался треск, похожий на тот у городища. Антоха отступил, отводя за собой Диму. Диму же звук нисколько не беспокоил. Из кустов выбрался лорд. В пасте он держал еще трепыхающегося защонка. Увидев хозяина, пес нырнул обратно в кусты. «Лорд, заю, заю!» Заволновался Дима. «Не расстраивайся, Димон, отпустят лорд, заю!» Антоха погладил Диму по голове. Тот успокоился, поверил. В доме Антоха как мог привел в порядок свою одежду. Потом поиграли с игрушечными машинками. Они у Димы были хорошие. Антоха даже увлекся. Потом попробовал связаться с Серым по телефону. Сеть не ловила. «Диме кушать!» Попросил парнишка. «Сейчас пойдем. Где у вас кухня?» Програмотал Антоха, про себя ругая, на чем свет стоит Димкиного папашу. «Бродит где-то, а тут ребенок голодный. Да и он, Антоха, перекусил бы». В холодильнике Антоха обнаружил кастрюлю с тушеной картошкой и поставил подогревать на плитку. Вскипятил чайник. Сходили на огород, нарвали помидоры и зелень. Когда покушали, на кухню заглянул лорд. Дима показал на собаку пальцем. «Сейчас покормлю». Антоха еще порелся в стареньком холодильнике и нашел суп. Он вышел из дома и подошел к будке. «Что, зайчик не наелся?» – ехидно спросил он пса, наливая суп в миску. Тот фыркнул и жадностью начал лакать. Антоха налил лорду и воды. Из дома донесся жалобный крик Димы. Антоха рванул туда на перегонки с лордом в момент, забывшим про еду. Причина оказалась проста. Дима решил порезать ножом помидор и попал по пальцу. Антоха с облегчением отметил, что порез неглубокий. Палец промыли, перевязали носовым платком. Лорд, облизав Димке руки и лицо, отправился к миске во двор. Дима начал зевать. Включили свет. «Дима, иди, баеньки, а мне дай что-нибудь почитать. Книга, понимаешь?» Дима вяло кивнул и, засунув руку за шкаф, вытащил общую тетрадь. «Папа, читать!» Он еще пару раз зевнул и отправился в зал на диван. «Придется самому искать, где спать устроиться. А может, горе папаша все же явится?» – думал Антоха, открывая тетрадь. Первая же фраза привлекла внимание. «Мне отмщение, я вас дам. Сегодня ровно год, как не стало моего сына, и четыре года осталось сидеть его убийцам». Антоха вновь возвратился глазами к дате и невольно вздрогнул. Запись была сделана четыре года и две недели назад. Он продолжил чтение и уже не отрывался. «Они получили срок за превышение самообороны. Утверждали, что мой мальчик хотел их загрызть. Выл по волчьи и кидался снова и снова. Им поверили. Не получилось доказать, что справка сына из психушки была куплена, чтобы откосить от армии. Лучше бы сын отслужил. Убийцам повезло. Следаки нашли их раньше меня. Эти твари утверждали, что боятся быть загрызенными. Что же сегодня я купил в питомнике щенка-дога? Вспомню, как учился на кинолога. Они вернутся. Здесь, в лесу, они спрятали найденный клад. Это пусть менты верят, что они не нашли ничего, кроме старого кистеня и топора. Мне удалось достать такие же. Пригодятся». Дима заворочился во сне. Антоха подошел и поправил одеяло. Дверь в зал он оставил приоткрытой. Вид сладко спящего Димки успокаивал. Лорд не обманул ожиданий. Он крупнее всех собак. Что значит порода? Зайца разрывает пополам. Ловит только зайчат, но он не гончая. Его задачи другие. Полтора года подходящий возраст натаскивать на двуногую дичь. Нужно съездить в город. Достаточно одного бомжа, и пес почувствует вкус человечины. Если только эта дрянь согласится остаться с Димкой. Как можно стыдиться собственного сына? Ни разу она с ним никуда не пошла. Не согласилась. Попрошу Петровну, хорошая тетка. И Дима ее признает. Да и она не то, что другие. От него не шарахается, разговаривай. Сама предлагала. Приводи, мол, Гриша Димочку. Все равно внуки гостят одним больше и незаметно будет. Точно. Так будет надежнее, чем на эту кукушку оставлять. А лорд Димку любит намного больше, чем меня. Это хорошо. Все получилось. Молодец, пес. С первого раза горло перегрыз. Конечно, бомж был тощий. Теперь на месяц нужно затаиться. А потом еще пару раз выйдем на охоту, чтобы закрепить. В следующий раз нужно будет тряпку мокрую брать. А то пришлось кровь на морде лорда платком носовым вытирать. С улицы донесся протяжный вой. Антоха поежился. Желание сходить отлить на улицу слегка загасилось. Перспективой проходить мимо пса, для которого человек добыча. Он вспомнил ведерко в сенцах. Куда, по словам друга, тот делал ночью пи-пи и, ругая себя последними словами, направился туда. Хорошо, дверь на ночь закрыли. Антоха, закрываясь, пошутил, чтобы комары-кровопийцы не залетали. Дима тогда зажужжал, изображая муху. Молодец пацан, все понимает. А тут, оказывается, и другие кровопийцы водятся. Лорд на минуту затих. И вновь завыл с таким надрывом, что Антоха понял, что означает выражение. Волосы на голове зашевелились. Он быстро прошел на кухню, сполоснул руки и сел читать. Ушла-таки кукушка. Про проклятие вспомнила. Орала, чтобы урода я сам растил. Что она от нормального мужика родит. Не знала, что на волоске была от смерти. Лишь осознание того, что если ее лорд загрызет собаку, супить придется остановило. А ведь старший сынок еще не отомщен. Скоро. Один появился. В деревне урод не остановился. Ходит, озирается, боится. Правильно боится. Не буду на глаза ему показываться. Пусть успокоится. Плакал он. Клялся, что не хотел. Лорд быстро расправился. Быстрее, чем с последним бомжом. Затмение на меня нашло. Опомнился. Стою над трупом. В руках кистень, весь в крови и мозгах. Мертвого уже бил, выходит. Стер отпечатки с кистеня и кинул рядом. Опять слухи в деревне пошли, что призрак, зелихи и рыска объявились. Пусть на них спишут. Мертвым все равно. Я не хотел. Бог, свидетель, не хотел. Кто же думал, что у брата сердце не выдержит? Лорд ведь его не сильно укусил. Да и я припугнул только, чтобы молчал. Как он меня вычислил? Ведь как мент, то он всегда был бестолковый. Хорошо никому говорить не стал. Сначала ко мне пошел. Последняя запись была сегодняшней. Антоха невольно поежился и кинул взгляд на часы. Одиннадцать вечера. А затем продолжил чтение. Второй появился. Неделю в нем жадность с трусостью боролись. Футболка приметная, ярко-красная. Как маяк в лесу будет. Братову старую форму надену. Он еще в прошлом году отдал на рыбалку ходить. Выкинуть потом не жалко будет. Лорд весь напряжен. Чует предстоящую охоту. Топор взять не забыть. Антоха, почувствовав, что в горле пересохло, потянулся к чайнику. Свет мигнул и погас. Антоха добрался до выключателя и пару раз щелкнул. Бесполезно. С улицы послышались шаги. Кто-то поднимался на крыльцо. Одна из ступенек громко скрипнула. Раздался лай с повизгиванием и голос. Лорд, сторожить! Антоха с облегчением вздохнул. Хозяин. Он только сейчас сообразил, что стоял, затаив дыхание. Мимолетное облегчение сменилось тревогой, переросшей в панику, потому что дверь открылась. Свет фонарика выхватил из темноты руку и часть груди парня и рванулся вверх к лицу. Видимо, вошедший тоже испугался. О, Господи! Выдохнул хозяин дома. Я уж подумал. И, оборвав себя, резко спросил, ты кто? Антоха решил употребить лучший способ защиты, а именно нападения. А где вы так долго были? Я тут с Димой сижу. Если бы его не накормил, так и сидел бы ребенок голодным. При упоминании о Димке мужчина заметно смягчился и, поставив фонарь, протянул руку. Григорий. Димка вечно ко всем вяжется. Спасибо, что не оттолкнул мальчишку и посидел с ним. Антон, представился Антоха, пожимая руку и добавил. Да, мне нетрудно было. Димон классный пацан. Подобревший Димкин отец достал раскладушку и выдал подушку с одеялом. Устраивайся, поздно уже. Завтра поговорим. Антоха устроился около диванчика и, послушав пару минут сладкое сопение Димы, тоже уснул. О тетрадке он забыл. Проснулся рано. Еще не открыл глаза, как молнией метнулось воспоминание. Кухня, стол, раскрытый дневник. Хоть бы Григорий его не увидел. Это была первая мысль. Линять надо. Вторая. Антоха открыл глаза и, потихоньку приподнявшись, осмотрелся. Дима спал, слегка похрапывая. Дверь в комнату, где, видимо, спал хозяин, была закрыта. Антоха сел. Раскладушка предательски скрипнула. Он замер. Тихо. Встал быстро, оделся и босиком с кроссовками в руках двинулся к двери. У самой двери услышал, как ворочается Дима и выскочил на улицу. Никого не было. Только какая-то печушка заливалась, встречая зарю. Антоха, подавляя панику, обулся и сбежал с крыльца. Оглянулся и замер. В дверях стоял Григорий с тетрадкой в руках. Антоха повернулся и побежал. Бежать пришлось недолго. Дорогу с грозным рычанием преградил лорд. Антоха попятился и оглянулся. Григорий подошел ближе. И не думай убежать. Не удастся. Произнес он. Ты хороший парень. Но отпустить я тебя не могу. Знаешь много. Собачку свою натравите? Со смелостью обреченного едко спросил Антоха. Не самому же мне тебя убивать? Будничным тоном сказал Григорий. От этого тона Антохе стало страшнее, чем отречание лорда. Он стоял в полоборота, бросая взгляды то на Дога, то на его хозяина. Лицо Григория изменилось. Он скомандовал. Лорд, дичь! Пес прекратил рычать, напрягся и слегка присел. Антоха приготовился защищаться. Лорд, нельзя, Антон хороший! Папа, Антон, друг! Раздался крик от крыльца. Дог перевел взгляд на своего любимца, ожидая, что тот еще прикажет. Димка неуклюже сбежал с крыльца и принялся теребить Григория за рукав, причитая. Антон, друг, друг! Отец резко оттолкнул сына. Дима упал и, видимо, сильно ударившись, завыл на одной ноте. «А-а-а-а-а-а-а!» Мимо Антохи метнулась тень. Несколько прыжков лорд достиг Григория и прыгнул целись тому в горло. Первое нападение было отбито. Рука, которой Григорий успел прикрыться, оказалась располосована острыми клыками, чуть не до кости. Приземлившись на землю, лорд вновь взвился вверх. Раздался выстрел. Часть пятая. Снова вместе. Серый проснулся, как от толчка. В комнате царил полумрак. Рассвет только-только занимался. Петровна отправила парня поспать часочка три. Сама же осталась на кухне. Как сильно подозревал Серый, в компании с заветной бутылочкой. Он встал, потянулся и прислушался. В доме было тихо. Подозрительно тихо. С кухни тоже не доносилось ни звука. Серый направился туда. Скрип половиц под ногами казался оглушительно громким. Дверь на кухню была прикрыта. Серый толкнул ее и удивился. Дверь раскрылась легко и бесшумно. А ведь ночью Петровна жаловалась, что руки не доходят петли смазать. Заглянув на кухню, Серый невольно попятился. Петровна сидела на стуле, запрокинув голову на спинку. Рот был приоткрыт, глаза закрыты. Дыхания слышно не было. Неужели капец, бабуля? Что же делать-то? Может, свалить по-тихому? Подумал Серый. Но одернул себя и заставил подойти. Он осторожно потряс хозяйку за плечо. Петровна резко дернулась и села в нормальное положение. Затем зевнула и сказала. Придремала я маленько. А ты чего такой напуганный? Тихо, словно все вымерло, ответил Серый. Не мог же он признаться, что о ней подумал, умерла бабуля. Иди, собирайся, умывайся. Сейчас бутербродами, перекусим и отправимся. Петровна разговаривала и одновременно ставила чайник. Серый собрался. Старушка тоже переоделась в спортивный костюм защитного цвета. После завтрака Петровна дала в руки Серого кастрюльку и попросила. Покорми и найду, а мне еще кое-что взять надо. Она зашла в свою комнату. Вскоре оттуда послышались непонятные лязгающие звуки и щелчки. Серый еще пару раз зевнул и вышел во двор. Найда ему обрадовалась. А еще больше еде. Серый повернулся и замер при виде Петровны, стоящей на крыльце. Это что, автомат? Опять начал заикаться он. Карабин, охотничий, пятизарядный, просветила Петровна. Сайга. Он действительно на основе калаша разработан. Откуда вы умеете? Муж мой много лет лесником служил. Меня с собой на охоту брал. Волков отстреливать. Стрелять научил. Карабин его, ну я тоже освоила. Удобная вещь. Вы охотник? Удивлению Серого не было предела. И добавил. Значит, прав был следак, что Волков много развелось. Вон вы даже оружие взяли. Петровна хмыкнула. Повесила карабин на плечо. Дала Серому подержать неувиденный им раньше рюкзак. Подошла к Найде и посадила ее на цепь. Не привяжи собаку, за нами увяжется. А у Гришки пес злющий. Объяснила она. Давайте рюкзак понесу, предложил Серый. Сама понесу, он не тяжелый. Мой-то у Гришки брал какой-то инструмент, не успел вернуть. Перед отъездом в санаторий. Все равно туда топать закину. Петровна повесила рюкзак на другое плечо. Они шли по лесу и потихоньку разговаривали. Это от Волков? Еще раз спросил Серый, кивнув на карабин. Да что тебе дались волки-то? Да ведь у кладоискателей горло в обоих случаях было перегрызено, воскликнул Серый. Ты на Волков зря не греши. Ни с чего им летом на людей нападать. И да и без того полон лес. Тут, сынок, пострашнее хищник. Пострашнее? А это кто? Что ты с утра соображаешь туго? Тот хищник, что на двух ногах ходит, за собаку на людей натравливает. Уже двоих так завалил, а может и больше, уверенно произнесла Петровна. Откуда знаете? А может волка натравливают? Возразил Серый. Волка так не натаскаешь. Дойдя до городища, постояли молча. Петровна крестилась и беззвучно что-то шептала. Молилась, видимо, за детей своих невинноубиенных. Серый снял бейсболку. Он тоже думал о двух малышах и их чудовищной судьбе. Разговаривать не хотелось. Постояли минут десять и двинулись дальше. Серый никак не мог взбодриться и дремал на ходу. Он вздрогнул, когда Петровна за рубашку оттащила его от края зеленой полянки. Куда? В трясину направился. На минуту без присмотра не оставь. Я же не знал. Не знал? Так чего вперед меня полез? Стой. А это что там? Петровна вглядывалась в торчащий среди трясиных куст. Серый тоже посмотрел, но ничего не увидел. Старушка скинула рюкзак, достала из него походный топорик и быстро пошла на Серого. У того ноги в землю вросли от страха. А вдруг у бабки крыша поехала? Двинет еще топориком между глаз. Петровна подошла, повесила карабин Серому на плечо и, сказав, чтобы стоял на месте, углубилась в лес. Оттуда раздался стук топорика. Вскоре Петровна появилась, держа в руках длинную лисину. «Смотри-ка, как Гришкин топор пригодился», – заявила она, укладывая инструмент обратно в рюкзак. Подошла к краю трясины, прикидывающуюся безобидной полянкой, и что-то, подцепив палкой, начала подтаскивать к себе. Серый, увидев, что именно вытащила Петровна, потрясенно воскликнул. «Антохин рюкзак!» – и громко всклипнул. Старуха же, оставив добытый рюкзак на сухом месте, ходила рядом, внимательно изучая что-то на земле. Серый еще раз всклипнул. «А ну, прекрати! Второй раз друга хоронишь зря!» – цикнула на него Петровна и добавила. «Видишь, на земле ошметки ела и грязи! Выбрался твой дружок! Раз в деревню не пошел, наверняка на кордоне побывал! Пойдем побыстрее! А то вдруг он там ночевал и решил утренним поездом уехать!» Петровна отобрала у Серого карабин, а ему вручила свой рюкзак. «Помочь хотел! Неси!» – что-то у меня как топором помахало в спину, вступило. Несмотря на заявление о больной спине, старушка бодро зажагала по тропинке. «А Антохин рюкзак?» – поинтересовался Серый, еле за ней успевая. «Да что ему сделается! Пусть лежит, обсыхает! На обратном пути заберем!» Они заторопились, чтобы перехватить Антоху до того, как он сядет на утренний поезд. Или, как выразилась Петровна, на худой конец застать Григория, чтобы разузнать, заходил ли Антоха на кордон. С Димочки-то толку мало. На подходах к кордону услышали голоса. Еще ускорили шаг. Выйдя из леса и увидев озеро и дом, на секунду заберли от истошного крика воя. Серый, словно в кинофильме, видел Антоху. Участкового. Диму, лежащего на земле. Бегущего огромного дога. Краем глаза уловил движение справа. Петровна снимала с плеча карабин и прицеливалась. Первый прыжок пса. Второй оглушительный выстрел. Дог, подстреленный на взлете, еще пролетел по инерции и рухнул у ног мужчины. Серый перестал слышать. В ушах звенело. Кино стало немым. Он кинулся к другу. Участковый поднял с земли Диму. Но тот шарахнулся от него. Вырвался и тоже кинулся к Антохе. Подбежали одновременно. Тут к Серому вернулся слух. Он обнул друга и крикнул. «Тошка, живой!» С другой стороны прижимался Димка, твердя. «Антон, друг!» Петровна, неспешно держа карабин в руке, шла мимо них в сторону участкового. Со словами. «Говорил тебе Гришка, нельзя такую зверюгу держать. Тебя же подерет!» Антоха закричал. «Не подходи к нему! Он убийца!» Григорий подался в сторону Петровны, но та вскинула карабин. «Стой на месте!» «Правда, мальчишка, — говорит!» «Ты у людей собакой травил!» «Людей?» «Ты убийц людьми назвала?» «Тех, кто сына моего старшего!» «И их людьми!» Закричал Григорий. Тима, тихонько подвывая, видимо, испугавшись громкого отцовского голоса, уткнулся лицом в Антохи на плечо. Серый погладил его по голове, успокаивая. «А бомжи не люди?» «Те, на ком ты собачку тренировал?» «А брат твой!» «А я не человек?» Возмущенно спросил Антон. «Все из-за тебя, щенок! Ведь никто бы не узнал! Надо было вас с дружком тоже на городище!» Григорий сделал шаг вперед и вновь был восстановлен к окриком Петровны. «Стоять! Я выстрелю, Гришка!» «Своих мальчишек не уберегла? Этих не дам тронуть!» «Не сможешь!» «Забыл, чья кровь во мне течет!» Тут Серый увидел, как мимо них пробегает Найда с оборванным куском цепи на ошейнике. Антон бежал к хозяйке, встал рядом с ней и громко угрожающе зарычала. «Волчица тамбовская!» проговорил Григорий и попятился. Серый не понял, кого он так назвал. Собаку или ее хозяйку? Найда рычала, не переставая. Григорий пятился, пока не уперся в крыльцо. Он тяжело сел, обхватил голову руками и взвыл протяжно. «Поволчи!» Собака зашлась лаем. Серый подошел и встал рядом с Петровной. Антохе не дал пойти в ту сторону Димка, вцепившийся в него мертвой хваткой и упирающийся, что было сил. У Серого мелькнула мысль. Как отца напугался бедный. Куда его теперь? На дороге показался милицейский газик. Григорий умолк. Он сидел равнодушный ко всему. Не реагировал ни на приезд полицейских, ни на их разговор с Петровной и парнями. Когда на нем защелкнули наручники, послушно поднялся и направился к машине. На сына он даже не глянул. «Серый, побудь с Димоном. Мне нужно со следователем поговорить», попросил Антоха. Серый подошел и сказал. «Дима, я тоже друг. Я Сережа». «Хороший», уточнил Димка и, получив утвердительный кивок, уже не возражал, когда Антон отошел. Серый обнял Диму и наблюдал, как Антоха поднял с земли какую-то тетрадку и подал следователю, что-то объясняя. Следователь кивнул, взял тетрадку и спросил Петровну, удерживающую за ошейник найду. «Пусть сын Григория у вас побудет денек, пока я в службу социальную не сообщу». «Ты не торопись, пусть поживет у меня. А там опекунство с дедом оформим. Будь человеком, сгинет ведь пацан в интернате». «Лан, Петровна, из меня зверя-то делать. Вон карабин твой, я вроде как и не заметил. А уж с мальчишкой и сам помогу». «Пока, бывайте. А завтра с утра ко мне в кабинет прошу. Дадите показания». Полицейские уехали и увезли Григория. «Пойдемте, мальчики». «Найда, домой!» распорядилась Петровна. Все вместе они пошли по тропе. Собака радостно бежала впереди. Около трясины Антоха резко затормозил, увидев наполовину просохший рюкзак. «Это как здесь оказалось?» «Бери свое имущество, сынок. Да пошли быстрее. Нехорошее это место. Мы с Сережей рюкзак достали. Думали сначала, кто утоп». Петровна взяла за руку Димку и пошла. Найда то подбегала к ним, то возвращалась к Серому. «Антош, ты чего?» «Давай я рюкзак возьму». Серый удивился замешательству друга. «Возьми. Там клад, что мы нашли». «Во, а мы-то с Димой здесь бросили. Бери, кто хочешь». Серый поднял рюкзак. «Тяжелый. Завтра в полиции оформим сдачу государству». Парни пошли по тропинке вслед Петровне с Димой. Найда, убедившись, что они идут куда надо, побежала вперед. «Антох, ты же сам раньше говорил, что если клад найдем через частников, будем реализовывать». Передумал. Завязываю я серы складами. «А поехали следующее лето с поисковиками. Меня ребята давно зовут. А я раньше скелетов боялся». «Да, Антох, тут такая история. Черепашь-то мы нашли». Голоса постепенно затихали. На тропинку из леса вышла большая серая волчица. Ее ноздри нервно вдыхали запах людей, собаки. Она прислушалась. Затем повернулась и побежала в противоположную сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова